Канобу.ру представляет Многие игроки привыкли винить консоли в самых страшных вещах Игра не выходит в срок, потому что сначала эксклюзивно для приставок Убогая графика, потому что мультиплатформа, а приставки маломощные Сохранение только в контрольных точках А вот тут и правда, консоли виноваты, кто же еще? Все дело в том, что на заре современных консолей Игры были загнаны в жесткие рамки, обозначенные недоразвитым интерфейсом приставок На первый PlayStation, к примеру, не было жесткого диска И сохраняться можно было только на специальной карточке Поэтому в тогдашних хитах, типа Tomb Raider На уровнях были предусмотрены специальные места, в которых можно было зафиксировать успехи Эта мода распространилась и дальше Именно отсюда растут ноги печатных машинок из Resident Evil и им подобных вещей Позже в эту копилку попали и сохранения в контрольных точках Изначально этот метод был хорош тем, что сохранял лишь положение персонажа в пространстве И, к примеру, количество патронов Выгружая из памяти все тяжелые вещи, типа врагов и окружения Как раз в пользу консоли без стационарного запоминающего устройства Но позже в играх типа Far Cry или из ближайших примеров Max Payne 3 Этот метод получил второе дыхание и использовался для того, чтобы лишить игроков возможности постоянно перезагружаться в любом месте Делая процесс более напряженным и приближенным к реальности Уверен, каждого из вас хотя бы раз в жизни волновал вопрос Почему я должен искать ключ от красной двери, имея в руках гранатомет? В начале нулевых на этот вопрос постарались ответить разработчики из Valition Правда, первая попытка получилась не очень убедительной Потому что нельзя просто так взять и взорвать красную дверь В первый Red Faction разрушение было очень компромиссным Движок позволял сносить кое-какие сооружения и проламывать некоторые стены Но в большинстве мест все-таки приходилось искать тот самый ключ от красной двери Почему нельзя взорвать дверь? Ну потому что дизайнер так решил В дальнейшем эта находка была развита в последующих частях марсианского сериала Но наиболее полноценно раскрыла свой потенциал в Battlefield Bad Company Движок которой позволял снести любую стену, сложить пополам любой дом И вырвать с корнем абсолютно любое дерево, заставляя игрока думать на ходу без возможности отсидеться в укрытии Неудивительно, что подобных вещей нет в играх, ориентированных прежде всего на сюжет Какой тут к черту сценарий, если игрок может в любую секунду уничтожить все препятствия И пройти к цели самым коротким маршрутом Так что тотальный дестрой — это все-таки прерогатива многопользовательских игр Были времена, когда герой шутера бежал по уровню и подбирал все, что плохо лежит На поясе у него болтались пистолеты, за спиной ракетницы, дробовики и три вида штурмовых винтовок А в карманах по пять гранат с каждой стороны Потом кто-то подумал, что на правду это совсем не похоже И что такой герой, скорее всего, даже с места двинуться не сможет, с таким-то весом на плечах И были установлены ограничения на количество носимого оружия Впервые этот шаг предприняли авторы Хейла из студии Банжи Они отказались от стандартной схемы с обширным мобильным арсеналом И загнали игрока в довольно узкие рамки Мастер-чиф мог носить с собой лишь два вида оружия И если хотелось чего-нибудь новенького, приходилось избавляться от того, что уже успела зарекомендовать себя в бою Эта находка очень сильно повлияла на баланс Поскольку игрок не знал, как именно сложится ситуация в следующую секунду Приходилось всерьез озадачиваться вопросами тактики Схема с ограниченным арсеналом оказала совершенно дикое влияние на ход развития всего жанра Распространив свои сети не только на шутеры от первого лица, но и на многие приключенческие и ролевые игры 90-е были эпохой открытий Сначала вид из глаз в Wolfenstein 3D Потом многоуровневые карты в Doom А затем полностью трехмерное окружение из кучи полигонов в Quake Тем не менее, первой по-настоящему трехмерной игрой был вовсе не прославленный боевик от id Software А архаичные гонки Win'n'Run прямиком с игровых автоматов 1988 год Затем Death Track в 1989 и Virtua Racing 92-го года Потом в 1995 году вышел Fighting FX Fighter И лишь год спустя, в 1996-м, появился Quake с полностью трехмерной картинкой, многоэтажной картой и возможностью смотреть и стрелять в любом направлении А до того были всякие компромиссные вещи типа экстатики или Alone in the Dark с трехмерными персонажами и заранее нарисованными пейзажами и интерьерами После выхода Quake в профильных СМИ появилось слово-паразит «честное 3D» Пресса готова была прославлять и боготворить абсолютно любую игру, сложенную из полигонов И брезговала всем, что осталось по ту сторону вновь установленного эволюционного порога В эти миры верилось легко, они казались настолько убедительными, что не оставалось ни единого сомнения в осязаемости происходящего по ту сторону экрана Посмотрите на себя сейчас, чуть что, сразу много блюра, шейдера не те, а низотропия, низкая листья на деревне в ту сторону шуршат И вся трава одной текстурой Даже когда чудо трехмерной графики было открыто и досконально исследовано, игроки все равно нашли к чему придраться К концу 90-х медленно, но верно вставал вопрос о линейности видеоигр Нет, мол, свобода выбора Но на самом деле видеоигры уже успели опередить этих нытиков и знаменитый сэндбокс появился и оформился еще в далеком 1984 году в легендарном космическом приключении Элит. А потом уже подтянулись Зельда, Метроид и все остальные. Но самым показательным событием в жанре игр с открытым миром стал выход и резкое развитие сериала Grand Theft Auto, особенно третьей части. В 2001 году Rockstar Games заявили о себе не только как гениальные разработчики, но и как замечательные компиляторы чужих идей. Многое из реализованного в GTA 3 мы уже видели в куче других игр, но столь умело скрестить их друг с другом могли только самые талантливые селекционеры. Со временем и это решение утратило изначальную популярность. Сэндбокс, как правило, сильно сказывался на качестве сценария, отвлекал и побуждал заниматься всякой ерундой типа отстрела птиц с крыши движущегося поезда, в итоге жутко утомляя. Поэтому панацея от линейности открытый мир не стал. К тому же некоторые, например, бывшие разработчики Сталкера, до сих пор грезят игрой с огромным бесшовным миром. Правда, зачем — не очень ясно. В копилку реализма в своё время упала и другая, не столь однозначная, какой казалась изначально монета — система укрытий. Это сейчас вы играете в Gears of War, а начиналось всё с аркадных автоматов и игр типа Time Crisis. В современной игровой культуре дань первопроходца принято отдавать малоизвестной игре Kill Switch от Namco. Там система ведения огня из укрытия, в том числе вслепую, стояла во главе стола и подавалась как новаторская находка, призванная изменить мир. Так оно, в общем, и вышло. Сегодня укрытия стали явлением повсеместным. В той или иной степени они присутствуют в играх большинства жанров — Max Payne 3, Gears of War, Uncharted, Mass Effect — и никуда уходить не собираются. Вот, например, и сериал Resident Evil подхватил волну, постепенно превратившись из клона Alone in the Dark, в шутер с укрытиями, который обещают вести в шестой части. Все вышеперечисленные пункты ведут к одной единственной железобетонной мечте — к реализму. И лишь один — тот, что на первом месте склоняет видеоигры к кинематографичности. Угадайте, какой. Изобретение и популяризацию квиктайм-эвентов приписывают создателям аркадной игры Dragon's Lair, в которой нельзя было напрямую контролировать действия героя, зато надо было время от времени принимать решения, в зависимости от которых игроку показывали один из вариантов заранее созданных анимационных роликов. Отсюда же растут ноги у бесконечных эротических видеоквестов в 90-х и, в конечном счете, необходимости остервенело жать на нужные кнопки в современных видеоиграх. Кстати, известно же, что история цикличная, и самые наблюдательные зрители уже наверняка заметили, что технология квиктайм-эвентс перешагнула современные видеоигры и снова ударилась в интерактивное кино. Но YouTube есть масса роликов, в которых надо выбирать, что же делать героям дальше, каким оружием воспользоваться и куда бежать, направо или налево. Может быть, это и есть последний замыкающий виток эволюции видеоигр. Взять ту же Azores Roth. Это же не игра, а просто трехчасовой аниме с возможностью принятия кое-каких решений и изданной не для DVD-плееров, а для ваших консолей. Крен, правда, опасный, и не очень понятно, к чему такое стремление видеоигр быть похожими на кино. Игра все-таки должна оставаться игрой. Или я не прав? С вами был Петр Сальников. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»